День Города В России стартовали крупнейшие учения Росгвардии. Прогулки с препятствиями. Жильцы Зубковой-30 недовольны состоянием придомовой территории. В России стартовали крупнейшие учения Росгвардии за Слон-2021. Они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии «Запад-2021». Учение будет проведено в два этапа. Первый включает в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач. Во время второго этапа будут отработаны практические действия в условиях специально смоделированной оперативной обстановки. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов, посвященное началу оперативно-стратегического учения. В ходе подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», проводимому совместно с Минобороны России, мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками Национальной гвардии «Заслон-2021». Именно подготовка органов управления войсками к принятию решений в сложной оперативной обстановке является основной целью проводимых учений. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации взаимодействия с Минобороны, МВД, ФСБ России и другими взаимодействиями органами. И, наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделения с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск. Районами проведения учения «Заслон-2021» стали Центральный, Приволожский и Южный федеральная круга. В нем принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Национальной гвардии. Это учение станет частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии «Запад-2021», который состоится в сентябре. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Муниципальный транспорт в Рязани должен быть сохранен. Но работать он должен по-другому. Привлекайте кого хотите, но внутренние издержки должны быть снижены. Об этом сегодня заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства. Муниципальный транспорт – это гарант стабильности системы транспортного обслуживания, добавил он, и коснулся новой концепции работы городского транспорта от администрации города. Новый проект развития транспортной системы – кардинальная смена подхода. Управление Рязанского троллейбуса – предприятие убыточное. Это уже секрет полишинеля, а кадровые назначения позволяют лишь незначительно сократить расходы. С 1 июля следующего года ОРТ переводят на контрактную систему. При этом охват маршрутами у компании должен быть повсеместным. При этом администрация города просит сохранить в том же объеме финансовую помощь, которую сейчас оказывает областной бюджет в виде субсидий. Деньги это немалые. На 2022 год это порядка 400 миллионов рублей. Сохранение МУП ОРТ в качестве предприятия, которое аккумулирует основной сегмент перевозок по регулируемым тарифам, конечно, будет препятствовать повышению стоимости проезда. В том числе, конечно, и у коммерческих перевозчиков. Финансовая помощь будет, заверил губернатор, но при условии выхода ОРТ на эффективность. Сегодня внутренние издержки не выдерживают никакой критики. По словам Любимова, своеобразный аудит агентства по бережливому производству это только подтверждает. Неучтенные запчасти, проблема с инструментом, ну и отсутствие стимула для водителей. У них реально уравнилок в зарплатах. То есть, те водители, которые на маршруте, и те, что в простое на ремонте, получают одни и те же деньги. Ну, какой стимул у людей выходить на маршрут, если они могут спокойно сидеть там в своих комнатах отдыха, допустим, в боксах. И в это время их транспорт будет ремонтироваться. То есть, ну, зачем ездить, если ты получаешь такую зарплату, когда ты стоишь. Оздоровление предприятия Николай Любимов потребовал провести в ближайшее время. Все идеи и бизнес-план он попросил предоставить в модном ныне понятии дорожная карта. Срок – неделя. Максим Васильев, телекомпания «Город». Четверть века в профессии победа во всероссийском конкурсе «Лучший специалист» со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Елена Аверьянова, работающая в Рязанской областной клинической больнице, порадовала не только своих близких, но и всех коллег. О том, как она готовилась к конкурсу и что значит ее победа для УКБ в нашем материале. В Рязанской областной клинической больнице празднуется победа фельдшера-лаборанта Елены Аверьяновой во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Очень приятно получать такие новости из федерального центра. Наш фельдшер-лаборант Елена Аверьяновой Елены Викторовны победила во всероссийском конкурсе «Лучший работник со средним медицинским образованием». Это уже второй успех среди наших сотрудников и среди наших медицинских сестер. Мы ее поздравляем от коллектива областной клинической больницы. В нашей работе повышать профессиональный уровень наших медицинских сестер – это наша приоритетная задача. И надеюсь, что тот опыт, который она получила, участвует в этом конкурсе, она будет транслировать, передавать молодому поколению. Итоги всероссийского конкурса были подведены в начале июля. С самого начала года Елене необходимо было пройти несколько этапов. Один из них заключался в написании работы, в которой необходимо было изложить свою биографию и суть профессиональной деятельности. Начиная с этого года у Елены появились и новые обязанности. «В 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, у нас не было своей пациеролаборатории. И диагноз, соответственно, устанавливался дольше. А в 2021 году у нас, к нашему счастью, открылась пациеролаборатория, в которой я теперь работаю. Быстрее сейчас идет постановка диагноза, и врачи быстрее назначают лечение больному». Кроме этого, Елена вносит большой вклад в реабилитацию тех пациентов, которые перенесли пересадку органов в ОКБ. «В 2018 году наша больница стала заниматься пересадкой органов. У нас пересаживают и печи, и почки. После трансплантации органов больной пожизненно должен принимать иммуносупрессивный препарат». Определить правильную дозировку подобных лекарств можно лишь на лабораторных исследованиях. К работе, которой Елена Аверьянова отдает много сил и времени, она относится с большой дисциплиной. И говорит, что сейчас это даже не ее победа, а всей областной клинической больницы. «Вообще у меня работа хорошая. Хорошая работа. И плюс, я считаю, заслуга не только моя в этой победе. Я считаю, мне очень многие помогали. И администрация больницы, и наши лаборатории. Помогали просто обычные люди. Моя семья поддерживали меня. У нас очень хороший дружный коллектив. Вот это мне вообще помогает в моей работе. Потому что мы не только в лаборатории, во всей больнице. Вообще все поддерживаем друг друга. Очень люди позитивные, вообще очень добродушные. И это вообще, я считаю, помогает не только, ну и мне помогает, и вообще в лечении больных». За каждым поставленным диагнозом стоит здоровье реального человека. Накопленным опытом Елена Аверьянова делится со студентами Рязанского медицинского колледжа. Она убеждена, что личные примеры, крепкое дружеское плечо помогут воспитать новое поколение талантливых медиков, способных противостоять любой болезни. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 30% всех обращений в правозащитную организацию – это обращения на тему жилищно-коммунального хозяйства. Такую статистику приводит председатель общества защиты прав потребителей Олег Попов. И самое серьезное недовольство связано с содержанием придомовой территории. Дорог и тротуаров во многих дворах просто нет. У жильцов улицы Зубковой 30 накипело. Наш следующий сюжет об их дворе. Едва покинув порог собственного дома, жители Зубковой 30 сталкиваются с препятствиями, которые в хорошую погоду создают сложности автомобилистам, а в плохую становятся непреодолимыми и для пешеходов. Вы сталкиваетесь с оказанием услуг, не отвечающих требованиям качества и безопасности. Услуга называется содержание на квартирных домах. Повторюсь, к которой относятся в том числе придомовая территория, являющаяся общедомовым имуществом. Если общедомовое имущество, за которое вы платите ТСЖ или управляющая компания, не отвечает требованиям качества и безопасности, вы можете предъявить соответствующее требование. Если получили вы ушиб или упал ваш ребенок, или разорвал одежду, или повредил велосипед, самокат, вы можете предъявить требования о возмещении убытков, связанные с расходами на лечение или с возмещением имущественного вреда, причиненного вам. Задача выехать из собственного двора усложняется еще и тем, что эта дворовая дорога единственная на несколько домов. С другой стороны, от дома объезд разбит напрочь. Альтернативную дорогу в соседнем дворе перекрыли, построив бассейн «Капитан». Разбитый асфальт во дворе, единственная дорога на сотни жителей, постоянные пробки уже на выезде из дома крайне надоели жильцам. Вообще тут у нас немножко дороги все вышли из строя, уже все старые, за домом вообще не проедешь. Особенно, когда какая-то мусорка подъезжает, альтернативы уже нет. Либо ждешь, пока мусоровоз уедет, полчаса ждешь, и здесь уже за домом проехать невозможно. Асфальт там весь вскрылся или вспучился. Была альтернативная дорога у нас, где Зубковый 30, закрыли ее капитаном. Теперь ее вообще там невозможно проехать. Одна дорога на два дома, вдоль нашего дома по Зубковой 30. Если мусорка разгружается, то все, мы стоим во дворе, ждем все по минут 20-15. Собираются даже пробки здесь. Вот, скорая застряла у нас зимой на подъезде, все. Все стоят, все ждут, выехать, проехать вообще невозможно. Дорог абсолютно нет. Сзади дома дорога тоже абсолютно отсутствует. И вообще, я не знаю, как здесь ездить. И одни ямы. Яма на яме. Дорога за домом совершенно отсутствует. Вот, самое обидное, что у нас из Рязани по полю до Аки можно доехать. А за домом по асфальту не проедешь. Вот, смотрите, после зимы вообще совсем дороги не осталось никакой. Я вот здесь, кстати, колесо пробил. Вообще чудом выехал. В общем, ужасная дорога. Слов больше нет никаких. Исправлять эту ситуацию должна управляющая компания. Каждый из нас ежемесячно платит некую сумму, которая в статье расходов обозначена как содержание жилья. Многие, кто платит за жилищно-коммунальные услуги, порой не осознают, что часть денег, которые мы отдаем управляющей компании или ТСЖ, должны использоваться на содержании придомовой территории, к которой относится тротуар и дорога, которая внутри вашего многоквартирного дома. В заключении о том, какие вы понесли убытки, может дать эксперт-товоровед или медицинское учреждение. Если досудебная претензия не удовлетворена, можно обращаться в суд. Причем, выступая как потребитель, пострадавший в этом случае освобождается от уплаты госпошлины. Причем в суде потребитель вправе требовать и компенсацию убытков, и компенсацию морального вреда. А вот что по ситуации с дворовой территорией 30-го дома по улице Зубковой сказали в управляющей компании. Вы можете позвонить 22-49-49, это диспетчерская. Они у вас примут заявочку, а вы позвонили в техотделу. Здесь постамастер на участке. По рекомендации техотдела мы перезвонили в диспетчерскую по указанному номеру. Вы не сюда звоните, это диспетчерская. Вам нужен технический отдел, сюда звоните. Так технический отдел нас сюда отправил. Нет, нет, неправильно. Это технический отдел вам может сказать. Там у нас сидят все мастера, залы, они могут только вам это сказать. Я диспетчерская информация не владею. Проблема жильцов достигла своего апогея, и молчать они уже вряд ли станут. Как разрешится история с заблокированным? Отсутствием адекватных проездных дорог двором мы будем следить. И обязательно расскажем в следующих выпусках. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв, а также в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин